Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Заместитель губернатора Югры Сергей Полукеев обвиняет в закрытии совхоза «Северное» депутатов Думы Сургута. Кроме того, он считает, что земли предприятия нужно использовать для сельского хозяйства. Округ предпримет усилия по поиску инвестора для того, чтобы как-то сохранить то, что осталось от совхоза. Но при этом сегодня основные усилия правительства предпринимают к тому, чтобы возвести современный сельскохозяйственный тепличный комплекс в поселке Ярки Ханты-Мансийского района. Его будет строить инвестор, которого пока не называют. По итогам предприниматель получит субсидию из окружной казны. Порядка 126 миллионов рублей. Деньги уже заложены в программу развития агропромышленного комплекса. На резонный вопрос журналистов «почему им?» заместитель губернатора пояснил. По ИРКам деньги заложены ранее. В свое время можно было спасти и Северное. Если бы все соблюдали правила игры той дорожной карты, которая была определена в 2011-2012 году. Если дальше говорить, то все проверки, которыми пугали, все цифры, которые называли, хищение, там еще чего-то. Ну, почему сейчас молчок-то? Проверила КСП, которое полгода проверяло. Хотя, я считаю, что так не должно быть. Полгода нечего там проверять. Любой проверяющий проверит за месяц, что там сидеть полгода, чтобы предприятие вгонять этим и так в трудное положение. Рассказал Сергей Павлукеев и о ситуации в нефтяном секторе. В округе продолжается падение добычи нефти. Рост только у двух компаний – «Газпромнефть» и «Томскнефть». Компенсировать падение будут за счет введения двух новых месторождений – «Баженовской свиты» и «Шпильмана». Что касается газа, то в округе в прошлом году добыли 35 миллиардов кубометров. При этом к 2015 году 95% попутного газа должно утилизироваться. Только небольшая часть может сгорать в виде факелов, чего требует технологический процесс. Пока этому соответствуют только три компании, работающие в Югре – «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и «Башнефть». Остальным с будущего года придется платить штрафы. При этом, возвращаясь к нефтяной теме, нужно отметить, что работающие на «Баженовской свите» компании получат налоговые преференции, в том числе и потому, что там будет добываться сложно извлекаемая сланцевая нефть. Эксплуатация таких месторождений от 10 до 20 лет. Потом как резкий скачок идет добычи этой нефти, так и резкое падение. Сейчас мы находимся на следующей стадии активной разработки этого месторождения, этой «Баженовской свите». В июле 2013 года уже, прошлого года, вышли поправки в налоговый кодекс, компаниями, которые вышли на «Баженовскую свиту», непосредственно на «Баженовскую свиту», нулевая ставка налога НДПИ. То есть мы идем по опыту американцев, чтобы было выгодно там работать. Телепроект «Книга жалоб» – первая социально значимая программа в городе для тех, кто столкнулся с несправедливостью и беззаконием, кто готов бороться за свои права. Продолжение следует...